Всем привет дорогие друзья, с вами Механик и сегодня у нас с вами эксперименты в GTA 5. Этой рубрики не было очень давно на моем канале, но я решил ее возобновить, потому что раньше она была максимально интересная. Теперь у нас в GTA очень много всего поменялось, и я думаю, что новые эксперименты вас тоже порадуют. Сегодня мы будем проверять различные машины на прочность. Машина против бензоколонки. Посмотрим, сколько бензоколонок потребуется, чтобы остановить ту или иную машину. Для начала возьмем вот этот маленький гольф, и честно, я думаю, что ему хватит и одной бензоколонки. А здесь у меня их порядка 50 штук выстроено. Вполне вероятно, что какая-нибудь из сегодняшних машин сможет все их пройти. Может быть какой-нибудь броневик, да может быть и не сможет. Будем проверять. Итак, начнем мы наверное откуда-то вот отсюда. Но прежде чем мы поедем, давайте посмотрим сначала топ-комментарий. Итак, сегодня у нас следующие топ-комментарии. А для того, чтобы попасть в эту рубрику, максимально просто это сделать, пишите крутой комментарий, желательно от 4 слов и больше. И чем больше на нем будет лайков, тем больше шансов попасть в топ-комментарии. Поэтому пишите комментарии реально крутые. Итак, все, начинаем, ребят. Вы готовы? Я готов. Поехали. Посмотрим, что случится и... Ёлки-палки. Ох ты. Вот это я не рассчитал. Вот это я вообще не рассчитал. У меня... У меня взорвалось сразу несколько этих бензоколонок. Причем раз, два, три, четыре, пять. Пять сразу рванули. Я их слишком близко поставил друг к другу. Но ничего, друзья мои, ничего. Очевидно, что машина эта... Ну, вообще не рассчитана, получается, на то, чтобы с такими взрывами справляться. Но, знаете, я так подумал, что, наверное, лимузин тоже не стоит пробовать. Давайте мы сразу попробуем какую-нибудь бронированную машину. Так, давайте мы отспауним какую-то бронированную машину. И посмотрим что-нибудь. Так, возьмем какой-нибудь седанчик. Вот у нас есть броня. Или... Или этот броня, или этот броня. Какой лучше броня? Давайте этот броня. Итак, у нас здесь броня, как видите, просто по всему корпусу. Я так думаю, что и спереди колеса у нас, наверное, такие какие-то усиленные стоят. В общем и целом, машина должна быть достаточно крепкая. Ну и сейчас посмотрим, так это или нет. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за три секунды? Один, два, три. Успел? Красявчик! Ну что ж, давайте проверять. Я не знаю, получится ли у меня проехать. Блин! Не получится проехать. Эти остывы остаются. Поэтому придется нам... Вот так, немного наискосок это делать. Ух! Вот это дубануло. Ну что ж сказать. Броня не спасла. Я думаю, вы видите, что взрыв происходит. Сразу же, от первой, от первой колонки. И остальные взрывы, они как бы не наносят уже того урона, который, по идее, мог бы как-то повлиять на эту машину. Я, если честно, думал, что мы попробуем сначала какой-нибудь вот такой компакт. Потом лимузин. Потом бронированную тачку. Но они ни одна не вывозят. Нам нужно что-то посерьезнее. Давайте попробуем сразу взять что-то посерьезнее тогда. Так, спаунер. Единственное, я не знаю, мы не можем... Мы, наверное, не можем все эти объекты возобновить. Сейчас я попробую, возможно, получится у меня или нет. Наверное, нет. Не знаю, как это сделать. Ладно, у нас еще достаточно с вами... Достаточно, значит, от спауненных объектов. Давайте посмотрим что-то действительно бронированное, что-то действительно крепкое. Лишь бы оно не оказалось слишком крепким. Хотя здесь, знаете, есть же вот этот военный грузовик новый, который, по идее, должен быть максимально крепок. Так, суперкар мотоц... Вездеход, может быть, какой-нибудь? Что-то... Что-то, что будет действительно крутым, крепким, мощным. Есть здесь что-то такое? О! Это выглядит действительно крепким. Слушайте, мне кажется, это прям очень крепко. Так, что касается вот таких вот... Ну, и еще есть вот такой вариант. Ну, это, по-моему, вообще по максимуму. Это максимум брони. Я думаю, что если первый у нас не справится, то вот это точно справится. И, возможно, еще что-то есть. Да, еще есть вот такой вариант. И он еще больше, кстати. Ну, и по сути... По сути, наверное, все из такого прям суперпрочного. Хотя, так-то, видите, их много всяких разных. Давайте еще посмотрим какие-то... Так, военные... Военный транспорт. Да, что-то, может быть... Танки, это понятно, что, наверное, справятся с этим. Но танки не так интересны. Вот БТР будет еще интересно. Но я думаю, что до БТР мы, наверное, не доберемся. У нас слишком мало осталось бензо... Этих бензоколонок. Так. Ну, ничего, не переживайте. Мы с вами еще отспавним. Ну, что, давайте попробуем. Я думаю, что вот эта штуковина, этот броневик, он выживет после первого взрыва. Но вот насчет второго я не уверен. Погнали! Хо-хо-хо, ну даже не взорвалось. Как это работает? На! Но... Как бы... Как бы это вам сказать? Им вообще все равно. А, нет, не все равно. Что-то пробило. Бензобак пробило. Бензобак пробило у него. Но, надо сказать, это не слабо так-то. Двери так немножечко пооткрывало вроде как. Или они такие были. То есть, визуально, по сути, кроме текущего бака, у нас нет никаких проблем больше. Ну, что ж, давайте... Давайте еще разок. Раз у нас бак течет, мы попробуем с вами задом теперь. Ну, по крайней мере, это первая машина, которая смогла все это дело выдержать. Ну, хотя бы один взрыв. На! Так. У нас все до сих пор продолжает течь. И посмотрите. Два взрыва уже выдержало. Прям вообще, не напрягаясь, но уже задымилось. Спереди что-то капает. С переднего моста. Сзади. То ли с бензобака, то ли откуда. А, все. Все, у нас бензин вытек весь. Понятно. Так. Ну, это было достаточно сильно, мне кажется. То есть, прям реально крепкий, крепкий аппарат попался. Как вы считаете, вот этот броневик будет прочнее или нет? Мне кажется, что достаточно прочно выглядит. И я думаю, что сейчас мы должны бахнуть не одну, наверное, сразу, а две. Вот, вот две вот стоят рядышком. Я думаю, что если мы прям в них въедем, то две они и бахнут сразу. И будет прямо хорошечно. Ну-ка. Не получилось. Чуть больше разгон нужен. Вот так вот. Что у нас? Тоже бензобак пробился. И она сразу задымилась, смотрите. Сразу задымилась. И я думаю, что если мы успеем, то сейчас... Господи. Я у... Блин. Давай съезжай. Сейчас бензин кончится. Ну-ка, еще две. Да блин, да как так-то? Давай, давай, давай. Да, прекрасно. Есть. Загорелось. И я думаю, что, по идее, должно оно взорваться уже. О, у нас бензобак еще, получается, загорелся, да? Из которого текло. Взорвется или нет? Давайте посмотрим. Есть вероятность... Ух ты. Я прям испугался. Так. Ну, неплохо. Здесь у нас, получается, можно сказать, четыре бензоколонки. И все. И все взорвалось. Хотя вот одна осталась целая. Так, давайте попробуем БТР теперь. В принципе, броневики плюс-минус понятно. Мне кажется, БТР будет еще прочнее. Вот БТР должен, мне кажется, выдерживать всякое такое. Если броневики, они, конечно, хоть и броневики, но... Они, наверное, не совсем предназначены для того, чтобы въезжать на них в бензоколонки. Вот шустрый БТР, это то, что нам нужно. Так. Ну-ка. Раз. Что-то потекло у нас? Вообще ноль просто. Ноль урона. Еще две, смотрите. Есть какие-то... Да, вот теперь. Только после трех у него потек бензобак. И, смотрите, будет загорание сейчас? Возгорание, да? Да. У нас загорелся он. Интересно, получится ли взорвать его таким образом или нет? Специально вот наезжаю сюда, чтобы посмотреть, просто взорвется он или не взорвется. Я надеюсь, что взорвется, но все-таки это БТР и он может реально не взорваться. Посмотрим. Что же будет? Или у нас просто бензин кончится? Так, 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 посмотрите. Начинает дымиться. Сейчас взорвется, мне кажется. Лучше я вылезу. Лучше я вылезу. Он все еще горит? Да, он все еще горит. Но пока... Пока ничего не предвещает беды, кроме того, что дым идет из моторного отсека. Давайте посмотрим, чем это закончится. Пока реально непонятно. То есть, очевидно, что какой-то урон наносится, но... Ведь и бензин может закончиться. И он закончился, я вам скажу. Бензин закончился, кажется. Пока что-то все равно там горит, но никаких взрывов нет. То есть, ничего не взорвалось. Посмотрите, БТР остался цел. Хотя нет, все еще что-то горит, но по-моему уже все потухло. Давайте попробуем на нем проехаться. Очевидно, что, возможно, топливо в нем закончилось, но... Да. Да, в нем закончилось просто топливо. То есть, мы не смогли с вами победить БТР. Это как-то прям печально. Я думал, что нам удастся. Итак, по идее, в среднем нужно 4 бензоколонки, чтобы взорвать броневик. Но и БТР тоже не вечен. Хотя, наверное, чуть-чуть прочнее. У нас осталось всего там, по-моему, 4 колоночки. Поэтому сейчас мы должны с вами попробовать подорвать вот этот броневик, который, в принципе... Этот вездеход. Он достаточно прочно выглядит. Я думаю, что все получится. Особенно, если как-то вот правильно сюда попасть. Чтобы вот именно 2 задеть. Давайте как-то... Все разом они взорвались. Причем, посмотрите, у нас наконец-то есть повреждения на передней части. И... Да, он такой же, как и все. То есть, сразу же у него протек бензобак. Вот. У нас появилось возгорание в задней части автомобиля из-за того, что течет бензобак. А, нет, кстати. Бензобак уже не течет. Но машина внутри немножечко горит. И взрывается. Да, все-таки это не БТР вам, ребят. И что я могу сказать? По классификации броненепробиваемости или бронезащиты можно выделить, что обычная машина, бронированная машина. В среднем одно и то же. Потом у нас тут легкие броневики. Ну, как легкие. Достаточно тяжелые, но тем не менее, они не особо спасут вас. Хотя от одного раза вполне спасут. И потом уже идет БТР. Ну, а дальше, я думаю, что прочнее БТР у нас только танки. Тем более, что БТР все-таки остался цел. Надо понимать, что мы не смогли его победить. Я думаю, что надо было еще парочку, наверное, взрывов, чтобы он именно взорвался. Ну, а так он реально остался цел. И, по сути, мы весь автопарк с вами угробили. И у нас реально из целых машин остались только те, у которых просто бензин вытик. Но очевидно, что БТР прочнее всех их. То, что первая наша бронированная машина оказалась непрочной, я, если честно, думал, что она будет чуточку прочнее. Но получилось так, как получилось. Наверное, тест не очень объективен. И, возможно, в будущем я сделаю перетест этого всего. Сделаю прям реально подборку машин. Еще больше подготовлю взрывчатых каких-то веществ. Может быть, баллонов с газом там или еще с чем-то. То есть, наверное, так будет еще больше и лучше. Пишите в комментариях, как вы считаете, что можно, как лучше это можно протестировать. То есть, именно безопасность машины. Вот в этом наш основной смысл теста был. То есть, напишите об этом в комментариях. И если вам понравилось, и если вы ждете возвращения новых экспериментов в GTA 5 и вообще видосиков по GTA 5, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!